Доброго времени суток, мои приятные молодые люди! Меня зовут Свадебный Фотограф, а также диджей по совместительству Свячеслав... Свя... Свячеслав... Кстати, говорят, когда Эльдар садится прямо после сна еще опушить, снимать ролики, становится только лучше. Ладно, давайте увидимся через неделю. Погнали! Короче, друзья, всем привет! Че, как дела? Я, понимаете, в Италии приезжают друзья, веселишься, просыпаешься, но сам понимаешь, что ты никак не можешь пропустить снять для вас ролик. Тем более, вышел новый выпуск Четырех Свадеб, и это не может не радовать. У меня тут прекрасный стоп-кадр стоит, где женщине в рот засунули что-то продолговатое, короче, в общем-то... Очень интересно, забавно и замечательно. Я хочу вам напомнить, что остался один день до окончания розыгрыша на самое рарное худи из моей самой рарной коллекции. Поэтому тебе нужно перейти по ссылке в описании либо в закрепленном комментарии, подписаться на Телеграм-канал и нажать кнопку участвовать в конкурсе. Дерзай! Возможно, именно ты выиграешь худи. Если не выиграешь... У меня еще 10 штук есть разного мерча. Именно так это называется. Штуки разного мерча. И у тебя получится, возможно, еще раз выиграть. Просто смотри ролики, следи, будь подписан на Телеграм-канал. И все получится, ребята. Четыре свадьбы, случайный взгляд, распахнутая дверь. Четыре свадьбы, четыре свадьбы. Ну вот и все, ты замужем теперь. В студии телеканала «Пятница» собираются ч... Не, блядь! Четыре прекрасных невесты. Девочки, привет! Охуеть, просто, что они тут набрали-то? Я вот вам привезла такие подарки. Класс. И первая своей... Ща вывалится. Вообще могла бы и не надевать, честно говоря. Порадовать дедульку. Порадовала бы. Вадьбе расскажет этот сладкий, спелый ананасик из Екатеринбурга. Я Света Ананас. Это ее имя? Я Света Ананас? Мне 33 года. Я известная личность в своем городе. И у меня 50 тысяч подписчиков, вроде бы не так. Вау! Много, но в Екатеринбурге я являюсь топ-блогером. Ты подумала, бля, пасеть, боже! Татуировки, дреды, пирсинг. Очень яркая девочка. Вообще не пытается привлечь к себе внимания ни секунды. Что я ее нигде не видела? Ну ты же не из Екатеринбурга, правильно? Я особо такая люблю мото, авто. И мой жених тоже. Мото, Элуана, Элджей иногда слушаю. Ну такая, короче, девчонка. Света Ананас. Гончик, и поэтому я приглашаю вас на свою авто-мото-свадьбу. Прикольно, но я однажды упала из мотоцикла, поэтому я их не люблю. К сожалению, выжила. Ну, это, наверное, говорит о том, что не хватает каких-то эмоций в жизни. Значит, жизнь, наверное, довольно скучная. Бюджет свадьбы 300. Да, кстати, если, получается, ты путешествуешь, любишь машины, там, мотоциклы, ну, что-то пытаешься, знаешь, изменить свою жизнь и, возможно, сделать ее лучше, получать как-то эмоции, значит, у тебя просто скучная жизнь. Вот если ты сидишь дома, играешь в комп, значит, тебе и так весело. Зачем все это? Тысяч рублей. А где будет твоя свадьба проходить? Чего ты, голубой, все какое-то лицо недовольное, да? Вы тоже обратили внимание? Активная площадка на улице, потому что мотоциклы, машины, надо все разместить. Очень круто, потому что я люблю свежий воздух. Позитивная девочка. Это плохо, мне не нравится то, что она на улице, потому что я мерзну, поэтому если мне будет холодно, я действительно уйду оттуда, мне вообще пофиг. Пусть обижается. Да, всем похуй. Типа, хорошо. Свадебное платье какое будет? Свадебное платье у меня будет прям такое, как я считаю, женственное. Я платье-кабуки не ношу, вот, на свадьбе хочется быть секси. А сколько стоит твое платье? Я не знаю, мне просто вот как раз таки подружка сказала, приходи и выбирай. Я пришла и выбрала, я не знаю, сколько стоит платье. По дружбе все вот так вот. Прикольно. Мы уже поняли, что она крутая, короче. А как понять, что она крутая? Получается, если тебе что-то дают по бартеру, то ты автоматически становишься крутым? Это так работает? Вау. Я думал, крутая-то она зашла, купила себе кольцо в булгаре. Хотя, блядь, знаете, вот крутость, такое эфемерное понятие, можно долго над этим размышлять. Для каждого крутизна в своем. Как мы видим на конкретном примере, для девочки в голубой одежде, в голубом комбинезончике, крутизна заключается в том, что кто-то за что-то не платит. Вот так вот. Где мои подруги, которые мне дают бесплатно? Где вы? Давайте, Светочка, за вашу мотосвадьбу. Очень интересно побывать на ней. Мне нравится вот эта девчонка, сразу говорю, моя фаворитка. Она позитивненькая, я не знаю, может быть, конечно, будет баллы занижать, пока что вот она мне больше всех нравится. Веселая такая, на позитивчике, улыбается, в чё, чё ещё надо? ...обычного представления, переходим к очаровательной и смешливой пышке с необычным именем Илюса. Мне 28 лет, и я из города Казань. Татарка тоже. Ну всё, болеем за татарочку. Хочу татарочку, как говорится. Для Люсы, я думаю, на нашей свадьбе надо прям подходящий мотоцикл какой-то. Ха-ха-ха! С коляской. Да, чтобы чоппер там, или, может быть, Урал с коляской. Я сама тоже блогер. Ой, коллеги, одни коллеги собрали. У меня 160 тысяч подписчиков, я тоже известная личность. Ой, бля, ладно. Не знаю, мне вот, я вам много раз говорил, всегда как-то так. Ну уже ладно, сейчас я уж, конечно, всегда говорю, что я блогер, я снимаю видео. Как бы официально, да, там, с 2015 года молодой человек профессионально снимает видео, потому что начал с этого времени зарабатывать деньги своей деятельностью. И вот, так, если вы не знали, вдруг я снимаю ролики с 2011 года, приятно познакомиться. Меня зовут Ильдар. Вот. И как бы я говорю, что я блогер. Ну, стаж уже позволяет, знаете, даже уже не зашкваран. Но все равно вот это вот... Привет, чем вы занимаетесь? Я блогер. Ладно, наверное, в этом нет ничего такого. У меня просто какие-то старые еще понятия. Вот эти вот, знаете, со времен Марьяны Ро и Ван Гая, когда ты блогер, и ты какой-то еще, бля, кривляешься на камеру. Эх! Ура, блогер! Я так рада! Ка-е, подписчиками обменяемся. Ильиса яркая, общительная. Мне хочется с ней поближе познакомиться. Она прикольная, правда. Она такая какая-то вот открытая. Мне нравится. И вообще люди, знаете, большие, злыми быть не могут. Поэтому я вам так нравлюсь, ребята. Да и вы мне тоже. Че скрывать. Я кажется, она классная. Ой, я там со всеми познакомлюсь. У меня еще больше будет подписчиков. Мы, кстати, мусульмане-татары, да, и приглашаю на свою свадьбу. Она будет у меня проходить в деревенском стиле. Колоритно, колоритно. А наряда у меня нет подходящего. А ты приходи просто с сиськами и все, достаточно будет. Национальный праздник, где люди собираются, играют, всякие разные конкурсы, там вот так вот проводятся. И это все происходит на улице. Ужас. Гостей будет 120 человек. Ой-ой-ой. Ужас, это твой комбинезон и макияж. Бюджет свадьбы твой. Бюджет свадьбы, ну. Ну, если это Казань, то там богатые все, я думаю, миллиона-полтора скажут. Перевалилась за 800. Слабовато. Ух ты. Во-первых, у меня жаба задушила столько денег потратить на свадьбу. Очень интересно, как вообще деревенскую свадьбу можно сделать 800 тысяч рублей? Это вообще что там должно быть? Какой у вас будет алкоголь? У нас не будет алкоголя вообще в целом. Ужас. Это ошибка фатальная. Фатальная ошибка. А если придут алкоголики? А придут алкоголики? Я не знаю, ну, типа, я понимаю, что там традиции и все остальное, но, как бы, я вот пить люблю. Почему не будет алкоголя? Выпьем за твою свадьбу? Давайте выпьем. Типа, хотя бы здесь. Раа. Что ж, четверочку подобрал я жгучую, поэтому с нетерпением ждем рассказ о свадьбе брюнетки с огоньком Ксении. Мне 35 лет, я из Нижнего Тагила. Тррррцать пять. Ай, такая прям зажигалочка. Она тоже блогер. Нет, чем ты занимаешься? Вообще, официально я фотограф, свадебный, поэтому эта передача вообще для меня. Я свадьба, но и все, и даже больше. А во-вторых, я в прошлом капитан полиции. Сюрприз. А теперь я веду блог. У меня шесть тысяч подписчиков всего. Зачувствую. Я надеюсь на ваши отметочки. Все блогеры, что ли, собрались? Блогерские свадьбы, получается? Слушайте, ну я сейчас как профессиональный блогер оценю ваши блогерские свадьбы. Погнали. Приглашаю на свои свадьбы. Наша свадьба будет в пожарном стиле. Пожарный мужчина. Такая, ну просто подожжем дом, попробуем там посидеть, знаешь, вот как в приколе с медведем. Будет пожарная машина, пожарная атрибутика, естественно, будет пожарный торт. Необычненько, на самом деле. Ну, наверное, это очень сексуально. Мы сейчас играем свадьбу, потому что наша свадьба была давно и неправда, потому что мы постоянно то расходились, то живем, то не любим, то любим. Если поссорились, то я считаю, что мужчина прям обязан сделать предложение и снова сыграть свадьбу. Весь бюджет свадьбы я беру на себя. Да, круто. Живет просто в эмоциональных качелях. Супер, я думаю, у их брака и есть будущее. У нас бюджет свадьбы будет 150 тысяч рублей. Я считаю, что... Просто как колесо от пожарной машины. Девочки никогда ни за чего не платят. Но мы поняли, что ее муж альфонс. Ну, 150, конечно, да, можно себе позволить и хоть каждый день свадьбу делать. Я прям очень хочу, чтобы мы с вами кайфанули весь этот период. Окей? Весь этот период, окей? Ура! Она, кажется, очень доброжелательная, обычно такие люди... Бля, вот у нее с лицом есть огромные вопросы. Знаете, она похожа немного на Дятла Вуди. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Сука! Где оказываются темными лошадками? Бля, я не знаю, какая она ми... И четвертый расскажет о своей свадьбе... Кохотник Виталий. Специалист по темным лошадкам Екатерина. Мне 22 года, моя свадьба пройдет в Москве. Мау, пиздец. Очень необычная девочка, на самом деле. Фигура, мау, у меня, конечно, была такая фигура, я бы тоже такая делать. А чем ты работаешь? Официально я работаю виза... Официанткой. С листом, но неофициально. Шлюха. Ну мне надо выбрать кого-то, кого я не люблю, кого я люблю. Много всяких дел. Какая сосуху, слышали о таком что-нибудь? Смело, смело. Да, может быть, дрочь на онлифансе каком-нибудь, либо на четру бейте, да и все. Стиль нашей свадьбы фрик-шоу. Это будет полный расколбас, скажем так. Будет очень классно эта с... Реально расколбас будет, надеюсь? Ловка. Примерно сколько человек? Ровно 40 человек будет на нашей свадьбе. Бюджет свадьбы 400 тысяч. Отлично, в самый раз. Я думаю, что там не будет прям супер лухари. Фишка свадьбы состоит в том, что... Все будут на камеру в итоге использовать продолговатые предметы, которые вы найдете у себя на стульях. Мы сделаем самый большой флешмоб по дрочке на четру бейте. Вот так. Как вам такая фишка? Мой муж дизайнер, и он будет шить платье не сам. Оно будет красное. Потому что я фанатка БДСМ. Можете, кстати, подобные наряды выбрать на мою свадьбу, я буду не против. Я как раз заказала. Походу, это очень сексуально. У тебя есть костюм. Мне кажется, это просто был прикол. Она такая, у меня на свадьбе не будет алкоголя. Я святая девчонка. Я люблю БДСМ, и мы будем на моей свадьбе ебаться. Вот так вот. Давайте выпьем за такое веселое мероприятие. Давайте, за Катей на свадьбу. Прям уже жду. Я вообще не вижу соперниц. Изначально у меня были мысли о том, что все блогеры. Меня это как-то смутило. Потом я подумала, здесь самая яркая, самая молодая, самая интересная. Так что вообще пофиг. Ой, бля, откуда у людей такое самомнение? Боже мой, мне бы хоть каплю. Для меня главная соперница Катя, я так думаю. У Илюсы больше бюджет. Может быть, и она мой соперник. Ты замужем теперь. Это Казань. Столица Татарстана. И родина. Казань класс вообще. Был два раза, понравилось все. Люди понравились. Еда вкусная. Красивый город. Супер. Знаменитых пирожков Эчпачмак. И именно здесь... Костыбэй. Горячие пирожки печет свой контент наша парочка блогеров. Он встречается с ребенком двухлетним, я не понимаю. Меня зовут Равшан, мне... 25 лет. Меня зовут Ильиса, мне 28 лет. Я вхожу в топ блогеров Татарстана. У меня 162 тысячи подписчиков. Но плохо вхожу в дверь, ладно. Равшан, а у тебя сколько? 38 тысяч подписчиков. Тоже в топ вхожу. Это важно. Свой. Ну, неплохо. На двоих-то у вас почти 200. Расскажите, как познакомились топовые вы мои. Мы собрались все вместе. Блин. Знаете, я когда вижу, как люди снимают эти тиктоки, танцы, у меня это уже не вызывает ничего. Никаких эмоций. Я такой думаю, ну снимают и снимают. Чем вы тянете? Ребята, не удивляйтесь, если через пару лет, блядь. Ну, понимаете, чем человек старше становится, тем меньше у него тоже становится мозгов постепенно. Ну, понимаете, что человек там 86, блядь, такой же, как в 6 примерно. Вот, поэтому не удивляйтесь, если через пару лет я, или даже раньше, может быть, начну танцы снимать в тикток, еще какую-то хуйню. Все, я уже никого не осуждаю. Каждый дурак, как он хочет, понимаете? Поэтому через карман поправил член. Все нормально. Блогеры имеют... Незаметно. Снимать различные ролики. Пацаны, ставьте лайки, если так делаете. Подошел тоже с нами вместе сниматься Равшан. И вот мы тогда впервые с ним увиделись. Мне она сразу понравилась. Я еще... Блин, он вообще выглядит, будто ему вот что-то между 12 и 41 году. Как это правильно склоняется? Сильно, на самом деле, волновался, потому что тут такие люди, типа блогеры. Для меня же это было... У-у-у, мы боги. Понял, брат. И на следующий день он мне написал, я ему в ответ кто-то написала. О, привет, ты же вчерашний красавчик. И влюбил... Ну, милые, на самом деле. Вообще негатива никого не вызывают. Видно, что искренние ребята живут, веселятся. Молодцы, че? ...былся наш красавчик Раушан в богиню Илюсу с первого взгляда. Нет. Понял? Со второго. Творческий тандем создался. Уже начали играть мужа и жену. И мы на... Да игрались, блядь. Братан, так это и работает, понимаешь? Вот ты незаметно начинаешь общаться с девочкой, потом... Фигасина там свои трусы забыла, потом колготки забыла, потом щетка зубная появилась, потом она появилась чуть больше, чем надо по времени, а не потом, опа, ты женился. Столько с ним заигрались, что мы уже начали с ним вместе жить. Мы не осознавали, на самом деле, то, что мы уже давным-давно влюбились друг в друга. И у нас вот, типа, как в фильмах, вот это, сердечки, птички, такие вот истории были. Как романтично. Расскажите, чем живут топ-блогеры Татарстана? Дурачимся, снимаем видео различные. Ранки наши постоянные. Постоянно друг друга пугаем, постоянно играем. Блин, ну, что я могу сказать? Я бы, наверное, года три назад сделал бы с кайфом на них обзор, а сейчас могу сказать, что... Ну, молодцы, если это приносят бабки. Вообще. Расскажите мне, как снимать тиктоки и деньги зарабатывать. Ладно, это хуйня. Реально. Пранк и ебанутый. Я люблю на ней подшучивать, потому что, во-первых, это весело, а во-вторых, смотреть на ее реакцию можно вечно просто, да. Это смешно. Бля, ладно. Я просто... Просто, понимаете, в чем сюрчел? Просто издевается над женщиной. Настоящий абьюзер. Я когда вижу, когда кому-то... Абьюзер, мизогинист. Полные женщине плохо, над ней издеваются, я над этим смеюсь. Не жених, а мечта. Правда, Илюса? Ну, раз после таких шуток Раушан выжил, можно и жениться. Он все говорил, не хочу, не хочу, не хочу. Не готов. Не готов, да. Мы все погуляем. А потом в пранке сделал предложение. Она такая сказала, да, пранк закончился, а предложение осталось. Потом я уже поставила ультиматум. Меня заставили, короче. Отличные вы, ребята. Спешим к вам на свадьбу. Ну, сегодня я буду прям девочкой-девочкой, красивой, красоткой. Вот сейчас прическу уже скоро закончим. Фату. Ну, налепим, наденемся красиво. Илюса, красавица наша. Ждем, не дождемся увидеть тебя в свадебном наряде. Свадьба у нас безалкогольная, поэтому пить... Поэтому мы взяли с собой, чтобы я и сделал. Будь я предупрежден заранее. Об этом, кстати, помолодец, что она сразу сказала, что алкоголя не будет, потому что можно нажраться, нажраться, нажраться заранее, ребята. Будем я впервые в жизни на безалкогольной свадьбе. Конечно, досадненько. Бля... Господи. Прости меня, пожалуйста. Я сегодня буду много... Развлекаться, я придумала одну... Реально, да ну, ты с собой... БОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Татаром. Ебаем. Мозг. Он веселый и любит чак-чак. Настроение вижу отличное. Вперед на деревенскую свадьбу Илюсы. Мистер и миссис улыбашки. Слушайте, я не могу просто пиздеть. На них надо подписаться. Понимают мне настроение. Ну, это классно, природа. Мне нравится. Сама территория класс. Территория. Бля, охуенно. Бля, это охуенно все. Это все охуенно. Понятно? В деревенском стиле все было украшено. В деревенском стиле. В деревенском стиле. Картошечка у них была раскидана. Там гуси бегали. Сено. Сразу же мы видим фуршет. Я как-то не очень хочу есть, но надо все. Блин, ребята, знаете, что я понял? У меня там срач на столе. Ну, вы простите меня, да? Сегодня вообще, у меня просто такой срач в квартире. Вы бы знали. Я еле место выбрал, где снять, сесть. Я хотел на крыше снять с видом красивым, реально с красивым видом. Но, к сожалению, там солнце, вообще у него перепады максимальные. Плюс очень холодно. Ну, не очень холодно, но холодно. Я не знаю, нахуя правду, если честно. Погнали. Попробовать. На столе стоят стаканчики с угощением, креветочки. Кроветочки, ну? В очень вкусном соусе, прям конфетка. Национальное блюдо. А подскажите, да, что это? Ачпичмак, ачпичмак. Ой, я даже не знаю, что такое. Ачпичмак. Очень вкусные-то татарские пирожки. Блин, она нажралась точно. У них же в конце свадьбы берут это интервью, и она уже бухая в говне сидит. Я пирожки не ем, ела только креветки и огурцы. Очень хороший фуршат, прям достойный. Я думаю, что за все сот. Очень хороший фуршат. Видишь, она все отбила, она все отработала. Она молодец. Набухая в говно. Ну вот и все. Ха-ха-ха. Ты замужем теперь. Вам бы с Катюшей пойти прогуляться к месту регистрации. Проветриться. Леди и джентльменер, дамы и господа. Леди и джентльменер. Бр-бр. Посмотрите, куёшек-то солнышко появилось, а это значит, давайте все поаплодируем. Что у него? Он на каком языке говорит? Болгарско-русский? Ура! Гости вообще молодцы. Они прям подготовились. Полотки, галоши, носки. Ну просто одели одежду, типа. Круто выглядели. Даже козу взяли с собой. И тут появляется жених на квадроцикле. Похоже, жених на квадроцикле. Ну, если честно, когда я увидела... Блин, она вообще не может говорить. А кумыса опилась, да, я так понимаю? Я не хай подумал, что это какой-то прикол, потому что я подумал, что это ее сын. А законно ли это? Такого молодого мужа иметь? Так у нас и невеста не промах. Знала, кого заставить на себе жениться. Ну, парень явно любит по волнам двигаться. И потом появляется и лиса на тракторе. Ха-ха-ха-ха, прикольно. Это красиво. Ну, раз блогер Света Ананас фишку оценила, значит, хай-блогер... Света Ананас, блядь. Молодоженов удался. Она просто любит сперму. Кто понял, тот понял. Я вообще никогда в жизни такого не видела. Это было очень круто вообще. Просто хлопаю вот так вот, просто стоя. Но попозже будешь хлопать сидя. Почему? Потому что... Кто флагер номер один республик на Слава Человатина? Илья Абудисмен и Ура-Ура! Ура! Да, женихов, спускающихся на церемонию с парашютом, видел. Невест, подплывающих на флайбордах, видел. На квадроциклах и даже на каретах видел. Но вот чтоб в ковше трактора никогда. Блин, просто не хочется, знаете, про вес шутить. Во-первых, уже все пошучено сто раз. Во-вторых, девочка прикольная, веселая. Смотришь на нее, понимаешь, что в жизни у нее все хорошо. Вот муж, смотрите, молодой парень, выглядит на 12. Лучше пошутить об этом. Я представляла жениха крупненьким, большим, побольше. В итоге хасбик какой-то. А он оказался наоборот, поменьше. Девчонки, мал, золотник да дорог. Так что не завидуем чужому счастью. Лучше давайте оценим образ невесты. Иллюса выглядит красиво. Отличное платье, мне кажется, ей идет. И женственное платье. Она сама по себе большая, поэтому любое платье на ней в любом случае будет смотреться большим, очевидно. Но зато все скрывает, подчеркивает стильные стороны. Грудь, очевидно. Ручки открыты, все супер. Мне нравится, ставлю 8,5 из 10. И очень подходит. Оно обычное, классическое. Хорошенькое, вообще супер. Вот видите, как улыбка преображает человека, да? У нее красивая такая, открытый взгляд, открытая улыбка, все супер. Вообще, не знаю, нравится мне, хорошенькое. Это ее плечи, которые ей нужно закрывать. И в целом, Иллюса, очень... Она очень женственная. Жених круто выглядит. У него светлый костюм, деревенская вот эта вот кепка. Этикетки на пижаке. То, что... Ну, это прикол, типа, такой. Чтобы сдать, типа, после свадьбы костюм обратно. Сегодня мы собрались здесь, чтобы зарегистрировались в брак. Брак! Галиева Равшана Раминовича и Фаляковой, и Люсы Ванисовны. Согласна ли ты, невеста? Собирайся в носки по квартире. Отпускай на рыбалку с ночевкой. Смотри с ним футбол. Согласна. Согласна ли ты, жених? Отдавайся в несу зарплату. Ха-ха-ха-ха! Задумался. ...все даты. Ежедневно исполнять супружеский долг. Ужас какой! Я согласен! Эти церемонии, конечно, такой как кринж, ну ладно. Дело, что они веселятся, кайфуют. Особенно жених такой заводной, тоже редкость. Обычно женихи. Сегодня ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Горько! Я думала, что я всплакну, но я не всплакнула. Добро пожаловать! А я думал, что я пёрну, но я не пёрнул. Такое тоже бывает. На свадьбу Раушана и Илюсы бюджет 800 тысяч рублей. Стиль деревенский, фишка появления молодожёнов. Я реально не могу понять, почему на свадьбе, где есть люди, которые явно выпивают. Хотя ладно, почему? Это их свадьба, что хотят, то и делают. Я задаю странный вопрос, Ильдар, успокойся. И тут начинается традиция. Терабития! Татарский обряд, родители стоят. Брят! Одетые в национальные татарские одежды. Это похоже на русскую традицию, как каравайи, когда бьют бокалы. Если в школу не жалеют, то здесь приходят по подушке, чтобы жизнь у молодых была богатая, и что невесту принимают в дом. Всё, Илюса наша! Ура! Всё, Илюса наша! Интересно, это прикольно. Никогда такого не видела. Интересно, это прикольно. Никогда такого не видела. Наборалась. Так, Света, ананасик, Ксюша, ведите нашу Катеньку к застолью. Вижу, что самое время ей как следует подкрепиться. Пойдёмте поищем зал. Видим стол. Ещё больше еды. Ну и мы опять стали есть. Еды очень много, да. Очень разнообразно. Сырная тарелочка, мясная, овощи, брускеты с рыбой, ещё с чем-то. Я ни один брускет не попробовала, потому что испугалась углеводов. Светочка, ты вот за углеводы, а я за нашу Катеньку боюсь. Она снова куда-то убежала. Ха-ха-ха, балантайзен, накидалась. И потом уже видно, что ей очень весело. И она уже такая, вот этого я боюсь на своей свадьбе. И вообще не хочу, чтобы у меня люди были в таком состоянии. Нормально всё. Это свадьба. Ну, Светуль, ну в каком таком? С учётом того, сколько раз Катюша к домику бегала, она держится, как огурчик. Ха-ха-ха. Поэтому я устраиваю тусовку сегодня. Ой, а... Мгм, понятно. Огурчик-то наш всё-таки маринованным оказался. По-моему, я состояние Катюши переоценил. Коллеги, срочно поднимаем героиню. Да-да, и микрофон поправить нужно. Ух, ну раз Катерина снова в строю, можем к танцу молодых переходить. Блин, ну я сцена в соляру выжарила бутылку балантайза. Вообще удивительно, почему она не лежит. Она даже пыталась сидеть. Музычка, поехали! Первый танец молодых мне понравилось, что они заморочились, необычно. Причем, я сама танцевала танец, я знаю, как это подготовить эти три секунды очень сложно. они танцевали, очень красиво, и мне понравилось, как они выглядели. А мне понравилось. танцы. А теперь, после такого зажигательного танца, самое время для веселых свадебных конкурсов. Уверен, на Сабантуи у Илюсы они будут. Начинается конкурс. Зовут самых активных, естественно, мы с Ксюшей. В общем, здесь будет веревочка. Ваша задача подойти, найти свой подарок, который выписит на этой веревочке. Нам завязывают глаза и говорят, нащупайте предмет, определите, что это значит. Не смотрите, что же еще есть. Боже, наверное, там будет банан какой-нибудь. Чуть-чуть еще сфотливируйся, покривей. Все так, смотрим по прищепкам. Так, так, так. Каждый берет по одному. Можно другую, можно другую, там много, можно на выбрать. Нащупала несколько бюстгальтер. Это вам вот такой наш традиционный танцевский конкурс. Очень, очень российские были. Очень российские, большие. Повезло, так повезло, курочки мои. С какими рас... Я пытаюсь какую-то логику найти во всем этом пока что у меня не получилось, если честно. ...пошенными подарками с деревенской... Вот такой вот народный конкурс, что нащупали, то и забрали. Свадьбы, уйдете, но сюрпризы на этом не заканчиваются. Вы только посмотрите, к вам целая делегация с вкусностями идет. Напоминаю, друзья, традиция называется киринкюш, там у нас запеченные гуси, там у нас баурсак, чак-чак. Татарские обычаи, татарский говор, татарские наряды. Это было классно вообще. Кироги заморские, а фрукты татарские, чашек ознакайский. С таким татарским гостеприимством можно поправиться, все угощают, угощают. Это как раз таки наша национальная гордость, кто-то называет чак-чак, кто-то... Усатый мужик. У вас есть такой? У нас вот, пожалуйста. Ребята, немного добавил света. Все для вас. Свету ананас добавил. Парусак. О, вот это красненькое, можно даже? Тише, тише, тише. Да, да, да. Это называется паурсак. Готовится специально из самого нежного теста. Объявляют, что нас будут еще кормить. Это очень радостно, потому что хочется что-то горячего, какого-то второго блюда. Нас угощают пловом, плов с уткой. Да уж, наш Катю никак следует подкрепилась и снова рвется в бой. Лиса, я хочу тебя поздравить. Я хотела вас поздравить по-особенному. В паре самое главное слушать друг друга и иногда слушаться. И сегодня мы играем в Озю. Опа, чувак такой вау, супер. Я ее кое-куда засуну. В карман. мусульманская безалкогольная свадьба, а тут плетка. смотри, как жених там радовался. С козлом, чтобы играть. Будем играть с тобой. Так, с козлом. А вот это уже звучит, как угроза. пеной к нам. Вставай. Ой, Раушанчик, да не ведись ты на эту провокацию, не вставай. Сейчас мы будем вчетвером шлепать твоего мужа. Он должен угадать, чей шлепок будет твой. Вот что там. Блин, а вот это вот конкурс. Подсказывала, что именно до этого и дойдет. Итак, первая девушка Блин, что за... Что происходит? Пришлось, меня попросили. Я не почувствовала даже. Не почувствовала. Давай еще. О! Мы все попробовали. Шлепнули, как шлепнули, как обычно мы шлепаем. А Катя показала класс, как надо шлепать на самом деле. Вот только интересно, а где такому визажистов учат? Вот этот. Он подумал, что Катин шлепок это был шлепок-недост. Ай да Катя, ай да молодец! Все на этой свадьбе... Илюса даже расстроилась чуть-чуть, понимаю, блин, выбрал другую женщину. Неприятненько. Вверх дном перевернула и сама перевернулась. А теперь самое время свадебный торт попробовать. Вот он уже здесь. Три, два, ярусный. Они сверху, жених с невестой, стоят, украшен живыми цветами. Можно брать? Я не знаю. Я считаю, что можно. Жень ем, потому что это углеводы. А крем-чиз? Ну, типа белок же, ну подумаешь, с сахаром. Так. А наша Катенька что в тортике оценит? Катя, ты будешь тортик еще? Это, наверное, ребятам надо было расстроиться. Девчонки, мне не показалось. Просто нажралась, как мразь последняя. Да, Катя, Катя ест фигурки с торта. Какая кринжатина. Пускай она ест, может быть, она быстрее протрезвеет. И пока Катя доедает молодых, предлагаю выставлять оценки за деревенскую свадьбу Илюсы и Раушана. За платье Илюсы я ставлю 8 баллов, потому что очень сильно подходит. Блин, реально, я тоже 8 с половиной поставил. Классное платье. Классная Илюса. Юркаба, и платье было пышное, и это очень... Она нажралась, и такая довольная, сразу добренькая. подходила. За жениха я ставлю 8 баллов, потому что он веселый. Почему 8? Потому что мне не хватило бороды. За оформление... Не растет у него, может. Возьми Марию. ...зала на свадьбе Илюсы я ставлю 8 баллов. Тут что, все хорошие девчонки, что ли? Нет четырех гнид? Прикиньте, Илюса будет всем занижать. За банкетное меню на свадьбе Илюсы я ставлю 10, потому что меню просто супер. Вообще класс. Офигеть. Казалось гнидой, в итоге нажралась. И ставит хорошие оценки. Нижний Тагил. Тагил. Именно здесь родился изобретатель велосипеда Ефим Артамонов. Вот и наши герои постоянно изобретают велосипед. То сходятся, то расходятся. И наконец ребята наигрались и решили сыграть свадьбу. Меня зовут Ксюша. Мне 35 лет. Что у тебя с голосом Ксюха? Николай, мне 33 года. Я работаю в пожарной. Меня зовут Николай. Я спасатель. поджарный хлопец видно, да. А Ксения у нас профессиональный фотограф. Какой яркий и необычный союз. Как же вы нашли друг друга? Мы познакомились на расцвете интернета, на сайте знакомств, как-то странно. Я на то время работала в полиции, капитан. И Коле понравилось, что я ношу погоны, что я была в форме. Я его зацепила. Что происходит? С такой серьезной женщиной нужно только серьезные отношения заводить. мы вместе 11 лет и предложение поступило через месяц нашего знакомства. Мы ехали в машине и он говорит вот сыграем свадьбу. Я что как свадьба? Ты что мы вместе знакомы? Я такая чеши. Чеши. В итоге поступило. Подожди, что-то я запутался. Предложение Коля сделал через месяц после знакомства. Вместе вы уже 11 лет. Может предложение не знаю поесть чебуреки. Свадьбы так и не было. За эти 11 лет у нас было очень много. Я гневалась выгоняла его. Он бедняга жил в гараже из машины. Все иди отсюда. Собирала ему манатки выкидывала из дома. Все миллион раз хотела разойтись я его била. Вот типичная женщина абьюзера. Вы говорите не существует таких. Вы же все это говорите постоянно. Так ребята сходил купил кофе. Значит вроде как все включил. Но забыл включить камеру. Потом включил камеру забыл включить микрофон. Вот две минуты посмотрел про пару ничего интересного двое детей прекрасный пожарник. Я ем киндер просто голодный очень не обессудьте. Я просто сильно ее люблю поэтому такую огненную женщину не хотела поделать и мы дальше двигались вместе по жизни. Мы решили сыграть настоящую свадьбу по-новому и войти в наши отношения по-новому страстно и с доверием с осознанным. С доверием осознанным. Здорово. Верю все у вас получится. А мы с девчонками вас поддержим. Моё утро началось скандально. Мы все кипишевали. Мы ничего не успевали. Поэтому мы все это где? Кто где то? Где что? Где пятое десятое? Никто не спал. Все не выспались. Потому что все переживали. Ждем великих гостей. Ксюшенька, ты ж моя переживательная. Пойду разве... Красивая женщина, правда. В каком настроении твои великие гости? Выглядит на свой возраст, но неплохо. То есть мне нравится. Говорит, отгадайте, кто нажрется. Это они так на свадьбу собрались, да? Так как сегодня у нас огненная свадьба, я сама огонечек, ну и в принципе подобрала более-менее... Плюс какой-то образ светофор. Похоже на огонь. Ожидают свадьбу Ксюшу полный колхоз, который они думают, что будет прикольно, но на самом деле... Колхоз, блядь, это как-то одеваешься реально, блядь. Я подарю Ксении самый популярный... Чак-чак подарю КСТБ. Подарок для блогера это отметку и ей подарю я подписчиков. Ой, бля... Пожалуй, худший подарок. Вот и славно, вот и умнички. Отправляемся на пожарную... Да, ведь если ты отмечаешь человека, у тебя в аккаунте 170 тысяч подписчиков, дай бог у тебя смотрит сторис, ну, десять человек, ты отмечаешь и получается на нее подпишется, ну, пятьдесят. Нормально. Свадьбу. В лучшем случае, кстати. Идем экономно. Почками на свадьбу уже виднеется пожарная... Чтобы киндер-карту подарила ей. Ксюша! Ксюша! Огонь! Платье, чей! Невеста выглядела шикарно, ей очень подходило это платье, длинное, вот этот вот шлейф, это было это было просто... Похоже на штору какую-то. Супер! Смутило один момент, это открытое декольте. Там прям, да, ощущение такое, будто сиська сейчас в лице. Платье в тренде, но цвет такой немножко синева, и вот эта синева чуть-чуть, конечно, так, подкачала. Меня Николай зовут, давайте обниматься, давайте обниматься. Меня Николай зовут. Жених выглядит стильненько. Блин, они такие смешные, думать, бля, я в кепочке, в пальтишко, да я самый пиздец здесь. Куражечка на нем, белая рубашка, темные штаны. И еще момент, я же люблю бородатых чуваков, а он не бородатый. В чем проблема? Не все любят бородатых. Так жених-то не твой, сви. Да, в этом-то и дело. Твоего бородача мы скоро оценим. Мы вышли во двор. Начали фоткаться. Там стоит пожарная прям машина. Катя, ну куда тебя понесло? Ну этот реквизит для фотосессии молодых предназначен. Мне страшно. Страшно, блядь. Катя залезла, невеста залезла, жених залез, фотосессия вот так проходила. Что-то Катя на себя внимание как-то пытается перетянуть, да, вот это вот одеялко-то. Мне кажется, что жених очень прикольный чувак. Так а я бы с ним повеселилась, по БДС милась. И он не пытался выеживаться. Он мне очень понравился. Кать бухая сидит в говно. Правда. Девчонки, уводите уже Катеньку от жениха и ведите на банкет. Тут очень симпатично, кстати. Да, красивая Катенька. Президиум такой прям сдержанный, лаконичный, красивый, свадебный. Я ожидала, не знаю, чуть, возможно, другого. В целом, оформление как обычной свадьбы. Добро пожаловать на свадьбу Ксении и Николая. Бюджет 150 тысяч рублей. Стиль пожарная свадьба. Фишка фотосессия на пожарной машине. Оригинальненькая. Наши, Николай, встречайте. Ну, крутой. блин, я его люблю. Извините. Разорывается невеста Ксении. Встречайте. Мама, дорогая. Я не знаю, мне не нравится такое платье. Нравится ли вам? Напишите в комментариях. Среди тысяч сотен людей, которых мы встречаем в нашей жизни каждый день, есть абсолютно особенные руки. Эти люди в нашей второй половине. Они так друг на друга смотрят. Ксюша смотрит на Коля, Коля смотрит на Ксюшу, такие миленькие. Прошу ответить, является ли ваше желание быть супругами навсегда взаимным, свободным и искренним? Прошу ответить вас, Николай. Прошу ответить вас к семье. Вы знаете, регистрация мне очень понравилась, если честно. Вы знаете, регистрация мне очень понравилась, если честно. Короче, если честно, есть некоторые проблемы с упрямлением алкоголя, если, знаете, хорошую клинику, где можно подшиться, чтобы там еще и БДСМ-врач владел вот теми этими штуками. Очень расплакалась. Я сейчас не хочу об этом говорить, потому что сейчас расплакусь, ребят. Ой, Катя, я расплачусь от того, что ты уже вторую свадьбу подряд в каком-то особенном волнении пребываешь. Впечатлительная ты наша. У них есть страсть, через 10 лет даже совместной жизни было вот это наблюдать тоже прикольно. Ой, за такую славную пару и счастливую семью очень хочется поднять бокалы. теперь точно можно кушать. Еды было много. И рыба, и колбаски, и салаты. Супер, радуйся. Тарталетки с икрой. Была и ппшная еда, была индейка, говядина, курица. Ну, ты по ппшной больше, это понятно. Типа, были разные варианты. по сухому вину. Ты мне очень понравилась эта. Красивая, романтичная, леничная. Да прям, знаете, вот ведущая очень ответственная. Танец. Молодец. Невероятно подошла, очень проникновенно сказала. Надежда Александровна, вы прям молодец. Отработали на все сто. Ведущая объявляет первый танец, и я тут смотрю, что у Ксюши уже в другом платье. В целом все, все красиво. Я бы опять какие-то рюшки. Тебя не одела, то есть это все здесь передавливало все, здесь все. Не налезло бы просто платье такое на тебя. То есть все показывало, что здесь есть бока, там что-то еще. что? Она еще где-то рядом и никуда не спешит. Она забыла помаду, но только не позвонит. И снова вечер, и ты снова ждешь, и ты давно уже ее простил, но та, которая уходит в дождь. Они танец имба. Они супер сексуальные, супер чувственные, супер мега максимально. Так, я бы хотел заняться с ними сексом втроем, скажу честно. И снова вечер, и ты снова ждешь, и ты давно уже ее простил, но та, которая уходит в дождь. танец не произвел такого фурора, что вот прикольно танец. Просто его представили так сейчас, танец невероятный, чувственный, интересный, прекрасный, а тут просто, типа, танец, блядь. В основном выходит Катя со своим поздравлением, и я сразу уже знаю ее. Сейчас что-то будет интересное. Это точно. Вспоминаю конкурс Кати на свадьбы иллюсы. Не волнуюсь заранее. Нам нужно с тобой быть более откровенными, поэтому ложись на вот эти стулья и снимай свою рубашку. Что за хуйня? Я боюсь, что будет на моей свадьбе. хорошо, моего мужа только нагнуло, а не все. Свои руки ты кладешь сюда. Ключи будут секретным местью. Зайти надо. В жопе у нее. Ать, боюсь даже подумать, где ты ключи прятать будешь. Далеко лезет, прямо туда дойдет. Ты правда? Нет. Мне не хотелось на это смотреть, если честно. Неловкий момент. Как-то дико. тебе нужно получить выметь что ты по телу своего мужчины и тогда ты достанешь пилочек, который на твоей самую прием везде. С другой стороны, она сделала все настроение. Смешно, заплавно, в Катином стиле. Ладно, на самом деле, ну, ладно, нормально, можно в это поверить, можно в это поверить, можно в это это принять, пойдет. Я хотел сказать, что какой-то кринж на грани пойдет. Да, конкурс огонь, но мы же можем не переживать, ведь мы на свадьбе пожарных. Светик, Илюса, а вы молодых поздравлять собираетесь? Это ведь все Катя, да Катя. Я вас приглашаю сюда. Света подарила флешмоб, где все гости танцуют. Да танец ананаса называется. У меня такая свадьба пестрая, этот оранжевый цвет, конечно. Конкурс Света полная х**ни. Не понравилось, честно. все у нас получилось, подписчики будут. Не понял, а при чем тут подпи, это типа прямые продажи своего инстаграма были. А Светлана, у которой типа 60 тысяч подписчиков, чем она выделяется? То, что она сделала в себе драйвировки, с этой улыбкой, вообще не конкретной, вообще ничего не значащей. Типичные разговоры бухой бабы. А еще она лучше, а еще у нее лучше шлюха какая-то. Пасана, блядь. Лестимерные абсолютно. По поводу иллюзии, ну честно, 160 тысяч подписчиков, с чего ради? Я могу тоже накрыти так подписчиков, у меня тоже будет 160 тысяч подписчиков, и все. Человечек вообще не умеет радоваться за других, явно есть какие-то проблемы с самооценочкой, надо бы проработать этот момент. Понял, блогеры у Катеньки сегодня не в поч... Завистливая. Ей пожарные теперь нравятся. Катюш, вот смотрю на тебя и понимаю. Как бы выглядел алкоголизм, если бы он был женщиной. Кто-кто, а ты точно толку веселья знаешь. Ну да, я на вечеринках этих пытаюсь выпить, пытаюсь повеселить, собакушать, пожрать, прям конкретно. Кать, заметь, сегодня все для тебя как по заказу. Здесь такая быдло баба типичная. А сейчас еще и свадебный торт будем пробовать. Торт красивый, двухъярусный, в пожарном стиле. Там есть такие огонечки из леденцов, и есть и невеста, и пожарник, и лесенка. В общем, стиль пожарный. Мне нравится, что ты в целом говоришь какие-то очевидные вещи. Так, это был двухъярусный торт с огоньками, с чем-то там еще, стиль пожарный. Все, спасибо. Я перед собой вижу бухую женщину в татуировках с дредами, с отличной прической, конечно же. Вот. И вот она сидит и говорит что-то в оранжевой жилетке. Мы играем, может, в ассоциации. Светочка, я тебя умоляю, только потише про фигурки на торте, но ты ж помнишь, что с фигурками на прошлой свадьбе случилось. Но торт сам был очень вкусный. Прослойка, кремовая начинка, не слишком притерно-сладкий, а такой нежненький торт. На вкус торт божественный просто. Кать, ну а тебе как? Я думал, она скажет, ну на вкус торт как торт. Короче, ели когда-нибудь что-нибудь сладкое, вот такое примерно. Жениха с невестой на этот раз есть не удалось, но остальное-то понравилось. Было вкусно, ну прям приятно. Честно, было очень классно и... Короче, она когда бухая, она, знаете, всех любит. Вот есть такой тип людей. Мерзкая-мерзкая, набухалась и стала хорошей. Не понравилось. Ну раз торт всем так понравился, значит и оценки высокими будут. За свадебное платье Ксюши я ставлю 5 баллов. Из-за того, что это все было откровенно. Денька. Ну не так это уж было и откровенно, объективно говоря. Ксюше я ставлю 10 баллов, потому что он был очень необходим. Потому что я в него влюбилась и, скажем так, взяла кое-что бы в рот от него. Денька. И он был настоящим джентльмены. За банкетное меню на свадьбе Ксюше я ставлю 5 баллов. Она была вкусная, но я переживаю, что у меня на свадьбе будет ресторан очень дорогой, еды будет мало, оценки будут плохие, поэтому поставлю 5 баллов. За фамилии макетного зала на свадьбе. Зато честно. Все что я ставлю 3 балла и все. Ну зачем так нажираться-то? Ну вот и все ты замужем теперь. Город Екатеринбург. Именно он внесен в книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим потреблением майонеза. Но наша топ-блогерша Света Ананас майонез не ест и держит отличную форму, которая и помогла ей отхватить самого бородатого мужика в мире. Завидного принца на стальном коне. Привет, я Борода ебнутая, просто у него жесть. Это Ананас, мне 33 года. Привет, я Саня Ганганыч. Света Ананас и Саня Ганганыч. Мне 35 лет. Я блогер, у меня 50 тысяч подписчиков. Я автомеханик и автогонщик. Потому что я Саня Ганганыч, а с Ганганыча меня сука, блядь. Бля, я не знаю, может я в 35 тоже стану типа Эльдар Пушка, Эльдар Мега, Эльдар Альфа. Я называю Ганганыча Хани, потому что он мой механик. Ну, рассказывай, Хани, как механик с Ананасом повстречались. Элька сказала мне, что у меня сперма невкусная. Вот и так повстречались. У нас в Родовской области проходили гонки на выносливость. Гонки на выносливость чего, блядь? Я, получается, про их команду снимала выпуск. Мы год дружили, я даже подумать не могла, что это мой жених. Ну да. У меня было много ухажеров, крутых при деньгах, но я поняла, что мне любовь ценна и важна. Мне все говорили, не включай сердце, включай голову. Просто сказала, что у тебя мужик бич. Думаю, этому не очень приятно. А я не включила. Драйвовая вы парочка. Знаете, когда что включать и выключать? я занимаюсь мотокроссом. Три года я гоняю на мотике. Это прикольно. Ну и помимо этого я свету посадил за руль. нахуй хорошо умрут в один день, разбившись на машине. Шутка. У них есть общие интересы, это круто. То есть так вот и должно быть на самом деле. Вы со своим партнером должны иметь какие-то общие точки соприкосновения. Особенно классно, если у вас одно хобби на двоих. Тогда это будет точно долгая, продуктивная, счастливая жизнь. Вот так вот. Потому что, например, если женщина там, допустим, будет, вот как она сказала, включать голову, типа искать мужика с деньгами, рано или поздно это все, блядь, надоест, приестся, и вообще это никак не будет ее мотивировать, блядь. Ну, короче, это вообще абсолютно бесполезная история, человек будет несчастлив. В первую очередь вы должны иметь какие-то общие интересы, нравятся друг другу, искать себе партнера, а не кошелек, например, или как там мужики, блядь, ищут себе просто тупо красивых девочек с обложки, а с душой там нет ничего. Абсолютно. Как-то так. Фикстрим, вот это все. Светик, вот смотрю на тебя и восхищаюсь. Такая легкая, беззаботная, по зову сердца живешь. Это мой второй брак, поэтому я подходила осознанно. Ммм, ладно. Вы на всю жизнь. Ганганович. Ха-ха, блядь. У меня двое детей, дочка 7 лет, Адриана, и сын 5 лет, Габриэль. Пиздец, имена придумывают, я вл***ю просто этим детям. Ариана, Ариэлла, Габриэлла, блядь. Саня очень мне... Катя, нахуй, Маша, что плохие имена? Помогает, детей спать укладывает, и играет с ними, и зубы чистит им. Свет, а Сань, ты не муж, а мечта. Давай-ка, за... Маш, уже выходи. Я тебя люблю. А я тебя. Я сегодня в соцсети выложила уже рилсы ЗАГСа, чтоб меня мои подписчики поздравили. Я читала и радовалась. А курочки мои поздравить невесту готовы? Я решила ей показать, что такое быть ананасом, поэтому я пришла в костюме. ахахахаха! Бля... Получается, на твоей свадьбе все должны будут показать, как... как выглядят шх... Может быть, ее это разозлит, но если это так, то я буду даже рада, потому что она мне не нравится вообще. У нас сегодня будет реально бухой ананас. Пинаколада какая-то. У Светы бюджет 300 тысяч рублей. Я надеюсь, что будет вкусно, будет алкоголь. Автомота. Ожидание драйвового адреналинчика, скорее всего, сегодня. Ожидание драйвового адреналинчика сегодня. Ну, давайте попробуем. Офигеть это. Бля, какой ебаный выпуск вообще. А это со всего этого? Со всей области? Вот это да. Такого от свадьбы Светы я не ожидал. Это же мотослет какой-то. Там был целый поток байков, они не заканчиваются. Все в костюмах, в амунициях. Девушки такие в амуниции так красиво смотрятся. Я никогда столько мотоциклов не видела в своей жизни. Катюш, смотри, а костюмчик-то делает свое дело. Даже байкеров впечатлило. А этих парней непросто чем-то удивить. Я не знаю, у меня почему-то байкеры все ассоциируются с какими-то абрыганами. Я понимаю, что разные люди все, но вот как-то, знаете, американские фильмы, там, где мужики приехали, пивасы нажрались, поехали дальше. Ребят, если вы байкеры, все, кто меня смотрит, не обижайтесь. Ебайте пиво. Вау, какой ты красивый. Красотка, привет. Здравствуйте. 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 Она в таком корсетике, в голове фата, но фата немножко тоже нестандартная, как и Света сама. И платье немножечко со шлейфом тоже такое. Я считаю, что это самый дешевый образ, который можно было выбрать. Я считаю, что это самый дешевый. На каждой свадьбе в говно. Я уже очень хочу посмотреть, что будет у нее. Мне кажется, она с утра сама на своей свадьбе будет максимально пьяной. Она, наверное, так оделась, чтобы покататься пока, чтобы потом переоденеться. Горько! Что вы решили? Давайте, горько! 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 Жених в черном костюме, у него жилетка, кеды, кепка. Кстати, со Светой у них кеды были одинаковые. Это вообще плюс крутое. Это найти такое очень сложно. Реально, сложно найти одинаковые вансы. И женские, и мужские. Понимаю. И вопрос полный. Реально, чтобы можно было полхознее. Ну, вот эта вот кепка на 35-летнем мужике, блядь, я вообще не знаю, если честно. Что-то вообще кринжатина. Так в целом классно смотрится, вот эти вот шашечки все, интересно. Ну, кеп, бля, я не знаю. Бритония, бля. Еще с этим... Непонятно, какая у него прическа вообще есть, и там волосы. Может, там тоже дреды? Да, дреды туда помещаются. Люса, может, и дреды? Хотя, вряд ли. Клевый, Люса! Для меня... Какой-то крутой другой байк, чем у остальных. Нормально? Ага. Села? Да. Меня посадили нафиг. Блин, я на мотоцикле ездил, наверное, один раз в жизни, когда-то в детстве. Мне кажется, это очень прикольно, на самом деле. Такое, знаете, мощная штука, едет быстро. Хочется научиться ездить. Когда-нибудь, наверное, учусь, или никогда. посмотрим. Большой байк, Харли Дэвидсон. Я таком вообще видела его только по телеку. Береги меня! У меня двое детей! Вот это да! На таких агрегатах курочки мои не то что не катались, даже не сидели. А ананас где? На чем поедет? Который ананас? Ананас. Безумные эмоции все намашут, все наснимают вообще все, что я люблю. Боже, Илюса, ну как тебе весь этот движ Париж идет? Самой-то нравится? Я такое видела на телеке или там в интернете где-то. А тут все это вижу вживые. Со склонениями у Илюсы есть некоторые проблемы. Но она татарка, я тоже, у меня тоже есть проблемы, поэтому все нормально. В первой жизни села на мотоцикл и сразу же глаз кроссовок. Вот. Вот как с этим жить? Ох, слава богу, приехали! Испортила человеку мотоцикла свои дешевые обуви. А то такими темпами и вовсе без подошвы остаться можно. О, красиво! Вау! Мы заходим на территорию... Блин, она переоделась, я думала, она все время будет как шут ходить в этом ананасе. Положение мне очень понравилось, что это на берегу прям... Ух ты, вообще красиво! Я вижу фотозону, где фотография Светы и Саши очень круто было придумано. Красиво! Придумано красиво! Самое дешевое, что можно выбрать, это вот этот все бриз. Она прям хейтерша ее какая-то, блин. Фотозон, который есть у Светы. Кать, ты что-то совсем без настроения сегодня. До сих пор за кроссовки переживаешь? Или расстроилась, что Света твой креативный костюм не заметила? Давай-ка поближе к еде, да к празднику продвигаться. У Кати реально какие-то проблемы есть непроработанные, просто потому что до того момента, ровно пока она не нажрется, она максимально невыносимая. На столах у нас стоят где-то живые цветы и ананасы покрашены в какие-то другие цвета. Подходим к президиуму, он необычный. Там стоит такая бочка, на ней написано, что там про любовь, про дружбу. Не, ну это их выбор, конечно, где им сидеть, но как-то тухло. Мне нравится, мне очень нравится. Ну как-то было необычненько, странненько, с одной стороны даже, возможно, но задумка прикольная. Девчонки, ой, цветы искусственные, блин! Какие приколы этой свадьбы только начинаются. И гул моторов говорит о том, что молодые уже подъезжают. Они заезжают на байках, байки так еще специально поджуживают, газку дают. Это мурашисто все очень. Жених вылет, как за корпусом. По Светлане видно, что она им управляет максимально и типа все, что... А, трусы запалила! Ха-ха-ха! Она хочет, что она получает. Бля, это кепка, я хуй знаю. Я не знаю. Бро, сними кепку. Ну, Свет реально работал на камеру все это время, так ножку вытягивал. А в чем проблема? Вот так вот шею, там, типа спиночку. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить это важное и трепетное событие. У меня эти все ведущие свадебные, будто бы, блядь, их на какой-то свадебной фабрике, блядь, печатают, и вот получается такая штука. Кто-то называет его брак, мы говорим коллаборация. Назвать брак коллаборацией, мне кажется, это что-то из ряда вон, то есть это был какой-то просто... Из ряда вон это снимать тиктоки, бля, с пранками, блядь, с мужем. Будь для контента или хайпа Какая разница, как это называется Хоть жопа Суть и не меняет Илюса, ну у вас на свадьбе Тоже много классного контента было Не будь так строга Вот и Светик старается Для подписчиков Готов ли ты провести Всю жизнь со Светой Быть с ней и в радости И в те моменты, когда Светины посты Собирают лайков меньше 10% От общего числа подписчиков Он согласен, аплодисменты Блин, ну лучший муж Света Готов ли ты провести Всю жизнь с Сашей В мазуте и с гаечными ключами Готов ли быть Саше надежным другом Надежным штурманом В этой большой гонке под названием Жизнь Это было да, аплодисменты, Свети Я верю в их отношения Я верю в их чувства Когда они дают клятву друг другу И типа было видно Как жених не тянется Вот так вот пытается ее поцеловать Все Ну а Света просто так Это было суперлицемерно И неискренне Это было ужасно Объявляем вас Бля, хочется ее свадьбу посмотреть На ее мужа хочется посмотреть Добро пожаловать на свадьбу Светланы и Александра Бюджет 300 тысяч рублей Стиль мотосвадьба Фишка байк-шоу Байк-шоу Ну все Теперь можно и перекусить Чем угощают, рассказывайте На столе было очень много рыбы Были рулетики с красной рыбой Была красная рыба просто в нарезку Был салатик с красной рыбой Бля, она так смешно разговаривает Я не знаю, хочется просто дразнить ее бесконечно Ой Очень много бутербродов с рыбой После этой рыбы я так наелась, что часа два не хотела есть вообще Это же хорошо Я предлагаю аплодисментами пригласить сюда в ночами святенных родителей Светину и сестру Давайте их поддержим Они пирами открывают поздравления У вас сегодня замечательный день Хотим вас поздравить от всей души Забирайтесь Подарили вазон Лучший подарок Давайте, девочки, за вечер, за встречу Вечер, за встречу Можно немножко подрасслабиться уже Мы сидим, я тоже пью, Катя пьет один бокальчик, второй Кстати, напитки были очень крепкие Ксюш, так это что, брачный союз как следует скрепить? Давайте, девочки, давайте, давайте Катя опять уже хорошенькая сидит Кать, ну опять 25, но мы еще от твоих прошлых падений не отошли Интересно, будет ли от нее какой-нибудь подарок И там подарок уровня Я приготовила подарок для твоего мужа Минет Поэтому я устраиваю тусовку сегодня Сегодня я выпила виски, водку, шампанское, портин Я отрезала максимально Так, Катя, держи себя в руках Знаете, вот какие женщины меня отталкивают? Именно вот такие Все самое интересное пропустишь Наверное, бухие люди в целом Ну, максимально бухие Я сам бухой почти каждый день Ну, прям, знаете, в санину, короче Начинается программа Выходят артисты на роликах Хера, вообще нормально Это не ускорено, бля? Я такое не видел вообще никогда, если честно Как он ее крутит? Как он ее за шею там Как он ее там вообще крутит, вертит Кать, ну, такое-то тебе точно нравится? Че это такое? Причем, кстати, вот эти вот ролики Вообще ни к чему Дело в том, что мы с... Да вообще, все говно Приехали Не просто так Нам нужна девочка на замену Юли Пойдем Я не в туалет А вы не смеете? Ксюша, куда ты? У тебя ж двое детей и муж пожарный Реально светили, девушка? О, боже мой Мне было страшно Страшно и интересно И тут видно Она уже 35 лет прожила жизнь, считай Надо ее кружить Как у них этот вестибулярный аппарат Все это выдерживает, я не понимаю Страшно было, капец Думаю, сейчас подскогнется Вообще-то очень круто Я такого не видел никогда Что-то на роликах Там что-то какие-то трюки делали Вообще Я имею в виду такие парные какие-то Как постановки Они же профессионалы В любом случае Они Человека просто так не покалечат Ой, я не могу дойти Спасибо Мы тебя, конечно, провожаем Боже мой Прекрасно Спасибо Как дела? Капец Прикольно, когда ты бухаешь И тебя еще так кружит Это прям онлайн вертолеты Люса аккуратнее Сейчас твой восторг заметят И тоже к экстремальным забавам приобщат И тут мы выходим на пирс Начинается шоу велосипедистов Ой-ой-ой-ой-ой Слушайте, прикольно Мне нравится все И тут приглашаю добровольца И Люса идет О, пи***ец этому велосипеду Пошла жара Тяжелые трюки начинаются Но и Люса у меня крошечка смелая Ничего не боится Это все с недовольным лицом Такое Ой-ой-ой В лес Вот прям вот этим Думаю, ну мало ли чего сейчас Монтаж просто спилберг делал Как ты там, сладкая моя Кстати, было смотреть намного страшнее, чем лежать Но я в один момент просто доверилась им Прикольно, конкурсы интересные Вовлекают гостей супер Мы заходим в зал И там на столе креветочки жареные Рыбанька, тарелка мясная была И порционное мясо было Курочки мои, раз подкрепились Пора первый танец молодых оценить Танец был, ну прям завораживал Прям завораживающий Да как они кружились Как они любят друг друга Слишком много там поцелуев У нее какая-то антификсация На всем сексуальном Типа она видит там чуть-чуть Приоткрытую грудь Там, я не знаю Поцелуи Сразу Аааа, нет, вы че Первый танец Полная Кать, ну ты Наверное, себя с ней сравнивает И, не знаю, понимает, что в целом Во всем параметрам проигрывает Этой девчонке Не знаю, почему такая злость к ней Подни будто съела что-то не то Все тебе не по душе Может, тогда сама покажешь Каким должно быть байкерское веселье Итак, нам нужно Кроме невесты и жениха Три девушки и три мужчины Я-то знаю, что от Кати Можно ожидать все, что угодно Но я девочка не из пугливых И, естественно, вызываюсь И беру с собой и десуем И мы идем участвовать Я не буду раздеваться Если что, вдруг Я бы не думал, что кто-то хотел бы на это посмотреть Девушки раздвигают ноги Мужики такие Да, ноги, блядь Одня, господи Напугала козу баяном Вносит нам Катя Стаканы с аранасами И нужно их поставить между ног Суть нашего конкурса состоит в том Что у нас есть 30 секунд И мужчина, который за 30 секунд Вытащит больше ананасов Кто-то и выиграл Манечина Один, два, три Считаем На пол скидывай, на пол скидывай На пол скидывай Двенадцать, одиннадцать Десять, десять, восемь Я чувствовала себя, ну, что, нелепо Что я могу чувствовать? Смотрелась, конечно, очень пошло Я там еще рукой ему помогаю, помогаю Была выкидывай Бля, смешная хуйня Просто как они эти ананасы могут достать Если не переворачивать стакан Или как-то трясти его Четыре, три, восемь И Катя, конечно, такая мразотная Но конкурсы зато веселые у нее Я считаю, что мой батаре был Просто лучше всех, всех Что, что было делать За всю историю вот этого шоу Браво, Катенька, браво Но я очень рад, что это последняя свадьба На которой ты гуляешь И больше конкурсов от тебя не будет Реально, надо, походу, на своей свадьбе Устроить просто урги какую-то жесткую Идем пробовать торт, крошки мои Ну Не знаю, какая хуйня Фигасе Вау Такой высоченный вообще Внешне он под тематику праздника Праздника Флажки, флажки Какое-то сердце Пробуйте скорее, крошки Вкусно? Белый слой был крем-чист, как я поняла И тесто было вкусное Вообще прям хотелось есть Второй слой шоколадный И что там красненькое было еще А третий какой? Вижу, Илюса его уплетает Карамельный Очень был вкусный именно вот Именно этот слой И белый слой Катенька, ну очень девчонки торт хвалят Может, хоть он тебе понравится на этой свадьбе? Это было очень вкусно Очень сочно, очень круто Это было очень классно Все торты ей понравились Торты, блядь Вот и славно Баллы она все равно низкие будет ставить Сто процентов Пока у Катюши настроение опять не испортилось Давайте ставить оценки за свадьбу Светы Звали ему платье у Светы Ноль баллов сейчас будет Ноль Моль, бля Это был суперэконом вариант И это был полный кринж За жениха Светы я ставлю 9 баллов Балл снимаю, потому что он к нам подошел И не познакомился с нами Мы так и ничего не знаем про него За оформление банкетного зала на свадьбе у Светы Ставлю 7 баллов Так как это для меня Не знаю, ананас просто и бочка, все Обычно, такой стиль За макетное меню на свадьбе Светы Я ставлю 6 Поскольку Справедливая, справедливая Катюха Никакого удивительного эффекта я не увидела Но, как всегда, бухая в ссанину Ну вот и все Ты замужем теперь Это Москва Столица модницы модников И алкоголизма Катюхи Именно здесь дизайнер Алексей Нашел свою несравненную музу Екатерину Привет, меня зовут Катина Батя, дизайнер, ничего такой парень Два года Привет, меня зовут Леша, мне 19 Я работаю визажистом Леша, ты ебнул Я учусь на дизайнера и... Ты первый раз вагину в жизни увидишь, в чем проблема? Поэтому Кате не нужно ничего покупать в магазинах Молодец, Кать, выгодного жениха нашла А где нашла, кстати? Я приехала на... В школе, бля Съемку в качестве визажиста И Леша работал там моделью Я делала ему мужской макияж Это Шарлотт, да? И вообще, на самом деле, у меня... Эй, малышка! Сильно взбесила, мы сначала... Тебя очень классная стрижка Поругались, и мы друг друга... ...очень долго В общем, мы были похожи, поэтому бесили друг друга Интересы и увлечения у вас тоже, наверное, общие Мы стали пить вместе Алкоголь, он сбежает Нет, все, не надо это Короче, у нас было много общих интересов И на самом деле... Водка Леша стала тем человеком, с которым мне комфортно и тусить И в обычной жизни как-то находиться Мы любили погулять Там, во всякий магазин заходить, переодеваться Всякие разные образы пробовать Знаете, сколько мы хулиганили вместе? Когда мы били витрины Так, это ты бил Я снимал? Да Ясненько Страстная парочка В стиле Бонни и Клайд Какой-то день... Просто школьники какие-то Проснулись И я сказала... Как она школьница, которая такая, стремится к циррозу Сейчас, давай поженимся Сразу это все было в один момент И Леша ответил согласием Разведутся через полгода У него нет выбора Не то, что у меня нет выбора Я был согласен, да Он согласен Какой-то... Бля, я не верю в эту хуйню Вообще Я не хочу никак комментировать Просто пиздец Нервный смех у вас, птенчики мои Я Катю в шутку называю абьюзершей Потому что... Или не в шутку... Ну, в общем... Катя Можно я расскажу, да? Попробуем Когда мы деремся Бьет она Ну, если я злюсь Я могу кого угодно ударить Просто Леша всегда со мной Как бы, ну... Попадается под руку И все Тут тоже вопрос в том Что Катя привыкла Что если ей что-то не нравится Она может втащить Леша, если Катя заставляет тебя Жениться силой И это против твоей воли Подмигни нам Катя это такой потрясающий человек Которого разбирать, разбирать, разбирать Не еще годами, по крайней мере Потому что в ней столько всего кроется Суперинтересного Идеальное тело Идеальное лицо Поэтому, знаете, если... Лицо реально идеальное Я пока, ну, красивее человека в жизни не видел Я кого-нибудь Другого выберу Не знаю, может, если она бухать перестанет И так красится страшно, блядь Может, она реально симпатичная Может, она всегда отекшая Для одежды моей Я тебя убью Просто будет не так круто Я Катю люблю за то, что она... Может быть, это латентный Гей А она ему мужика напоминает Я хрен знаю Реально, самый лучший человек Которого я повстречал в жизни Какие важные трогательные слова Уже не терпится побывать На вашей трэш-свадьбе Я уверена, сегодня будет так, как я никогда в жизни не видела Я немножечко даже переживаю Легко, когда разговариваете Я немножечко даже переживаю На программой я жду чего-то трэшового, необычного Скорее всего, в акканале будет Я просто татарочка Но в целом думаю, что... Не знаю, она будет, мне кажется, потише себя вести Так как это все равно волнение И все такое Отправляемся на свадьбу Кати Ни пуха нам, ни пера Илья Сан, ты как невеста, прям вообще такая нарядная Это национальный костюм Я в образе женщины-зайки А я? На кого похожа? Я думаю, что Малефисента На козел? Нет Малефисента, что я образ на коемте? Да Курочки мои, выглядите восхитительно А в стиль свадьбы точно вольетесь Вау, как красиво Миленько Ну, хз Бал, царский бал Ресторан достаточно симпатичный, очень красивый Деревянная дверь, золотые обои, какие-то картины В общем, дизайн такой себе Подходим к президиуму Вот этот стул вообще, конечно, огонь Стул, да? Королевский Да Мне кажется, это Катя Он необычный такой Прям трон-трон Хотя я бы сюда мужа посадила Мне кажется, муж должен быть главный в семье А не женщина А у жениха прям обычный стол Ну, как-то не трошово, если честно Все выглядит Наоборот, такое, типа Цивильненькое Фуршет Вот здесь опять рыбонька Капрезы Я теперь после своей свадьбы знаю все салаты названия Клубничка в шоколаде В беленьком Брускетики стоят Где гости все? Мы пробуем угощение Может, это не та свадьба? Очень вкусненько, очень классно Нам не рады? Мы... Просто вы очень красиво выглядите Вы тоже гости Мы всегда рады вас видеть Спасибо Ну вот и первые знакомства со столичным бомондом Я ожидала Такие дубайские женщины ворвались Красивых, стильных Я думала, что типа Эмма Вот что-то такое будет А тут люди приходят Кто-то там, не знаю Как будто мертвец какой-то В черный вуаль Вот это Кто-то вообще почти голый пришел Тут Ну, скажу честно Аппарат рабочий Непонятно Ой, Люса Экстравагантнее тебя здесь Все равно никто не выглядит Не волнуйся Все мы здесь сегодня собрались По причине того, что Нас связывает два человека Давайте поприветствуем их Екатерина Алексеевна Ребята, вы не сказали Я сошел О, Батя Я ее даже не узнала Мне, конечно, такое платье Ну, короче, вообще не понравилось Потому что, во-первых, оно не подходит Блядь Пи***ц, я не знаю Это знаете, будто бы ребенку Девочке пяти лет Дали косметичку И она просто лицом, блядь, вот так вот туда упала Платье Обычное платье красное, да, которое могла одеть Это интересно, оригинальная Версача или нет Я думаю И на день рождения куда-то Или на вечеринку куда-нибудь Бля, яху за пиздец Она какая-то внебрачная дочь Юрия Куклачева и персидского кота, блядь Девчонки художника каждый обидит Я, ну, мальчик пи***ц, как с обложки просто Красотка максимальная такая, сладкая Может А ведь жених ради своей любимой Ночами не спал Платье мастерил Ну, она, кажется, его забыла погладить Образ Леши, кстати, мне понравился Он был в белом Бесформенное что-то Но прикольно, что он был в шлепках Ха-ха-ха, смешно Мне это понравилось Готовы ли вы связать узы брака Честным, бескорыстным и отзыкчивым путем Друг другу, Алексей? Готовы ли вы? Бля, 19, они разведутся? Бля, я не знаю Я готов поставить все, что, блядь, у меня есть На то, что они разведутся Ребята, докажите, что это не так Проживите счастливо всю жизнь Потом напишите мне Отдавай все, что у тебя Но я, наверное, умру все равно пораньше, чем вы Хотя с тем количеством алкоголя Который пьет Катя, блядь Мы с ней посоревнуемся Что Катя странная, что Леша такой же Они даже внешне похожи И прически у них одинаковые А между ними любовь, я не знаю Я не вижу Не вижу Мне кажется, это просто такая страсть, знаете И они все на эмоциях делают И потом, естественно, подумают об этом В целом у них любовь Добро пожаловать на свадьбу Екатерины и Алексея Бюджет 450 тысяч рублей Стиль фрик-шоу Фишка Дизайнерские наряды невесты Катя Какая ты красивая Катя Старикан, я помогаю У-ху Леша Всем привет Боже мой Привет Леша, значит, Леша Приятно Взаимно С молодыми чокнулись Можно и к столу А что там вкусненького, курчики мои? На столе фруктовая нарезка Рыбная нарезка Сыр Ягоды Я пробую салат с креветками Семгу соленую Мне все нравится Стол полный, насыщенный Есть что покушать Кто им свадьбу оплачивал, интересно Вряд ли они же сами, нет Чей-то ребенок просто сидит за столом Катя всегда говорила, что я гурман, я люблю покушать Как раз таки вот мы как гурманы тоже сидели и кушали Все время, по сути Я не удивлен Одна из гостей Приготовила свой вариант каравая Так давайте поприветствуем его Сколько в час? 15, 20 12 Думала, что будет нормально каравай И будут кусать Но в итоге вносит торт О, у меня на девичнике такой же был Ксюша, а ну пойди, посмотри поближе Что там за каравай был у Светы на девичнике? Раз Два Три Там Писюм, видимо Напоминаю, у кого больше кусок, то главный в семье Господи Стоу Екатерина не согласна, еще раз Но я не знаю, что это сказать Он отвезет сюда так, будто ей 12 Ну что я, ну полный везде Ну что я могу еще сказать? Ну это, конечно, очень смело Я уже начинаю понимать, почему родителей нет на свадьбе Ксюш, так на столичной тусовке главное, чтобы звезды были И они уже светят нам ярким светом с эстрадного небосклона Добрый день, дамы и господа Я обалдела, заходит реально Филипп Киркор Реально, реальный, да Сто процентов это он Ну нормально Ох и Катюха Настоящая львица Даже Киркоров на ее свадьбу приехал Ты похож на Джона Бонжоби, тебя потом Ну дорогая королева, с праздником тебя Все, теперь я молод, еще на 20 Ну что, вы готовы вообще? Я сейчас спою тебе песни Слушайте, вам я смотрю на любая себе, да? Молодцы Нет, спасибо Начинает петь и... Я не знаю, смотрю на Катю, но меня пугает Она будто, знаете, как Хаким Феникс в Джокере, блядь, какой-то Типа песня Слышу то, что это не фонограмма И это настоящий голос И даже я уже тут вышла Ну что, танцуем? Да Я смотрю, вы уже готовы, правда? Да Слезнение пропало? Да Да Зачем этой девочке одежду, вообще, я не понимаю Мне кажется, она хорошо бы смотрелась и без нее Я вообще не ожидала, конечно же, увидеть его Потому что виден бюджет свадьбы И, естественно, какой там Филипп Киркоров Эх, а похож-то как Заходят они в новых одеждах Это все не свадебное платье Ох, Катерина Мы с тобой в одном свете Катя в черном платье В каком-то таком а-ля кожаном И Леша в черном костюме В таком брутальном Да Юный, талантливый дизайнер Пока всю свою коллекцию не выгуляет Не угомонится Давайте под мои песни, бабкины, танцуем Опа, опа Веселый парень, такой прикольный Катя просто алкоголичка Ей лишь бы водяра была, да и будет хорошо Слушай, вышли танцевать Такие девушки, как звезды Что светят в небе до утра В одну из них легко и просто... Девки там, конечно, хорошие Люблю женщин красивых Ага Света сказала нам с Илюсой Что ее подарок на свадьбе будет Самый крутой из всех подарков на этой свадьбе Очень интересно Мы сидим, задумались Что ж там может быть такого Опа, нормально Все, у нее-то и прессик так выделяется Видно, девочка занимается прям конкретно, да? Я все-таки Света-ананас Спасибо за информацию Она тропическая, поэтому... Света-капитан очевидность, если честно Подарок у меня соответствующий Змея желтого цвета Прям так в стиле а-ля от заката до рассвета В стиле фриковости Хочу сказать, что для женщины, которая рожала двух детей Она выглядит просто охуенно Не придумаешь, мне кажется, круто Курочки мои, а это точно не опасно Я, конечно, понимаю, Катенька у нас экстремалка Но удушение на собственной свадьбе она вряд ли желает Слушай, она по БДСМ двигается Поэтому, мне кажется, она даже кайфанет жесткая Классно, мне очень понравились в их цветы И в целом подарки Вот кто создает трэш-контент Та-дам! Да, Светуля удивила и молодых порадовала А сейчас невеста всех девчонок этой свадьбы порадует Устроит традиционную забаву Охоту на свадебный букет Замолчать всем! Я замолчать! Я замолчать, я говорю всем быстро! Итак, из-за кого-то попаду Раз, два, три! Ну это полный п*** Ладно Пусть будет не п*** Катя на всех свадьбах сидела с недовольным лицом Теперь понятно почему Потому что такое веселье мы уж точно ей не могли устроить Светочка, ну не суди строго Просто подружки Кати очень замуж хотят Просто подружкам Кати лет 27 максимум Они все впереди Видно ж по лицам и нарядам О, какое милое создание на такой вечеринке Неожиданно Традиционный какой-то вот прикольный нежный такой торт Нижний слой красный В средний белый Вверху слой Бля, я говорю, я уже не разбираюсь в этих тортах Торт да торт! Золотой А на вкус как этот триколорный красавец Кстати, торт был вкусный Первый кусок был белого цвета Такой пломбирный сливочный вкус Второй кусок дали нам шоколадный Тоже был прикольный вкус Третий кусок мне не понравился Он был какой-то бархатный Какао, кофе Что я не люблю Я ела, было очень все вкусно Десяточку Катя заслужила А я люблю девчонки, когда вы хорошие оценки за свадьбу ставите За свадебное платье Кати я ставлю 8 баллов Во-первых Не знаю, ладно Потому что чувак от этого делал Давайте хорошо, столько Потому что шил супруг Это очень мило Это очень классно Даже если мне не понравился фасон Мне кажется, это мило За жениха Кати я ставлю 2 балла За оформление Почему? Почему? Банкетного зала на свадьбе Кати я ставлю 2 балла Потому что все очень просто Ничего современного Еще выиграла пампушечка, как я и говорил В общем, за цветы и за трон Вот, по баллу За банкетное меню на свадьбе Кати я ставлю 10 баллов Было все очень вкусно Было все преподнесено классно Я не сидела голодная Что ж, видимо, мы можем переходить дальше К свадьбе Ксюши У тебя действительно очень классный жених Я не просто так десятку поставила Но если бы мой муж так сделал Обнимал Там все это Для меня это дико Понимаешь? Я, как бы, не знаю Не позволяю другим мужчинам И тут он в наглую там все это делал Ну, он, да, он такой Он любит женщин, да Ну, и что сделаешь? Все, ничего Он меня очень любит Внимание женское И то, что он там обжимался Там еще что-то делал Для меня это уже привычное поведение Я знаю, что он так себя ведет Но я знаю его Что любит он меня Выбирает он меня И, в принципе, он вот именно Такой компанейский парень Я думаю, что я его за это полюбила Потому что мне надо Мне нравится смотреть, как он занимается сексом С другими женщинами Как вы поняли, что я горячая женщина Мне надо еще горячее, чем я И поэтому, конечно же, я... Ну, оно очень, да Очень горячее Даже когда вы танцевали У вас очень горячая бутылка Ой, вообще Я, возможно, того же мнения, как Катя, да Но в целом вот не хватило именно вот украшений каких-то, да А ты рыбочка была пожарная? Ну, было мало Мы старались прям по максимуму Кстати, по-моему, у тебя было очень много креветок Да, я помню, что это стало над креветкой Да, это было круто Ну, слава яйцам Так, обстановка накаляется Время переходить к обсуждению свадьбы Светы Я ожидала увидеть свадебное прям платье А тут просто белое какое-то... белое какое-то юб Потому что тематика такая была Вообще, ну, не про свадьбу, правда Вот сейчас это потом посмотрит мой салон, который меня одевал И расстроится Салон? Да, ну, одевал, конечно, у меня свадебный салон Мото-салон ее одевал Я сама пошла юбку взяла у подружки Вот по мне ты очень яркая Да, у тебя очень красивая внешность и фигура, это правда И тебе, и платье должно было тебя улучшить А оно тебя простило, очень простило Ну, не знаю Засрали бедную девочку Для каждой из нас наш наряд, наша свадьба Это лучшее, что могло произойти в нашей жизни Совершенно верно Так, дорогуши, переходим к свадьбе Кати То, что вы устроили, было очень тяжело воспринять У меня растут дети, я уже далеко не молода И, конечно же Что твоя проблема? Естественно Я ни в коем случае не обвиняю никого Просто, что я увидела, меня подвергло шок Ну, а тебя не смутило, что у тебя растут дети А ты пришла бы до СМ-наряда единственная? Ну, а тебя я вообще не ожидала Ты такая была восторженная вообще моим мероприятием Такая, вау, боже, ты открыл для меня новый мир Мне так нравится безумно Ну, ты крыса Вау, понятно Знаешь, для меня дом, камин, понимаешь Возможно, я тебе так скажу Где-то моя Ксюшка старая дремлет И хотела бы тоже так поучаствовать Да она уж точно интересует и уже не дремлет, мне кажется, после моей свадьбы По правилам проекта, каждая из участниц дарит 10 баллов только одной чужой свадьбе Которая понравилась больше всех И сейчас мы... Ну, короче, пампушка выиграла, очевидно Знаем, как девушки распорядились этими баллами 10 баллов я дарю Ксюше Потому что на ее свадьбе я по-настоящему расслабилась И мне было очень приятно там находиться Я бы еще раз приехала в ее город 10 баллов Я дарю Кате Потому что она очень смелая, искренняя 10 баллов я дарю Ксюше Все было, в принципе, душевно и хорошо 10 баллов я дарю Свете Наверное, чтобы она сама выиграла Потому что знает, что Свете вряд ли кто-то баллы отдаст Как же повлияют подаренные баллы на итог борьбы? Ладно, интересно, давайте-ка посмотрим А сейчас мы узнаем, кто же станет победительницей проекта Ведь ее муж уже на пороге студии Сегодня что-то природное Хочу тебе поздравить с нашей победой Фига Но она прикольная, эта Ксюша, она такая интересная Знаете, вот ей 35 лет, она и туда, и сюда все понимает Короче, возможно, и заслужена даже Свадьбы были все, на самом деле, достаточно оригинальные и прикольные Проекта Ксению муж пожарный Постравил, не отрывайся от... Очень интересный выпуск, правда, пиздец Мне очень понравился Службы из Нижнего Тагила Ксюша набрала 100 баллов Второе место заняла Илюса Ее результат 90 баллов Третье место у Светы У нее 72 балла И на четвертом оказалась Катя Набрав 67 баллов И прямо сейчас у девочек есть возможность Они, блин, все хорошие даже оценки ставили Я никогда таких баллов вообще не помнил И не помню Смотреть альбом с оценками Илюса за свадьбу Светы Платье невесты 3 Жених 6 Банкетное меню 7 Оформление 7 Подарок за чужой свадьбе 10 Илюса, очень приятно Ха-ха, Катя для Светы Я, Катя, ставлю за свадьбу Светы Платье невесты 1 Жених 3 Банкетное меню 6 Оформление 3 Блин, прям мне ее жалко Ее что-то так пообижали тут Обидно, что я не выиграла А оценки это дело уже такое Мне не хотелось тебя расстроить Настолько, насколько я вижу, что ты расстраиваешься Ну поплачь Я не могла думать, что ты так расстраиваешься Микроресницы это называется Ну на самом деле, смотрите, девочки В любом случае, понятное дело было, да Что кто-то из нас победит, да Это было понятно Я с самого начала себя настраивала Что может быть такое Просто я человек очень такой сентиментальный И... А тебе не скажешь вообще Да, по мне много чего не скажешь Тагил, мы это сделали Тагил, бля Это ваша победа Но мы вместе молодцы Прикольно это Мне нравится, супер Слушайте, очень интересный выпуск Как я уже и говорил Мне понравился Если пятница будет чаще такое снимать Я думаю, просмотры будут расти просто экспоненциально Ну вот, ребята, спасибо большое за просмотр Ставьте лайк этому видео Подписывайтесь на канал И на телеграм тоже не забывайте Спасибо большое, пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok